приветствую вас друзья вы на youtube канале все для клева и в очередной раз мы с вами собрались для того чтобы связать снасть как вы увидели из названия ролика сегодняшнее видео будет о том как связать снасть для ловли сома очень много людей которые хотят поймать это желанный трофей большого сома но не знает как это делать для того чтобы поймать большого мощного крупного сома естественно нужны мощные сильные снасти для этого нужно использовать большой большой крючок большой поплавок толстый шнур как минимум как минимум в диаметре 0 1 миллиметр но если вы хотите поймать вообще супер большого сома то тогда конечно нужно использовать вот такой большой крючок и стальной поводок к нему вот такой вот почему нужно использовать толстые поводки или даже железные такие стальные канаты потому что у него щетка во рту не зуба щетка и вот этой щеткой перетирает в принципе любой канат любую леску ну кроме конечно же железных наверное или очень крепких и толстых капроновых возможно так мы будем вязать снасти на капроновом шнуре диаметр у него 0 1 миллиметр вот и будем использовать вот такие вот свои крючки почему два крючка на первый крючок наживляется наживка то есть пучок например черного червя очень любит для него это как шоколадная конфета потом медведка который в этом когда копайте картошку находите на очень-очень тоже любит ну и даже в принципе кусок печени куриной или ну что еще даже обыкновенного даже червя навозного тоже в принципе он не брезгует а второй крючок нужен для того чтобы он смог удержать этого сома захватывает уже захватывает сначала он щупает нежными своими губами эту оснастку то есть он понимает что тут его ничего не колет а потом уже принимая решение что надо заглотить уже заглатывает и второй крючок его надежно держит принципе про всю оснастку я рассказал теперь давайте посмотрим как ее правильно связать для того чтобы связать эту снасть я буду использовать стандартный набор своих инструментов это ножницы для зажима узлов такой инструмент зажигалка резиновые стопора и две бусинки ну и поплавок естественно вода нужна для того чтобы не струнявить руки пальцы а для того чтобы смочить узел и его надежно затянуть итак друзья берем первый крючок продеваем шнур в ушка крючка делаем петелечку и пять раз обвязываем цевье крючка ведем шнуром есть просовываем и сдагиваем зажимаем так лишнее нам не надо отрезаем и и лишнее опаливаем есть вот теперь внимание второй крючок второй крючок вяжется безузловым способом вот сюда просовываем шнур и так продели мы через ушка крючка шнур второго второго крючка и выставили его примерно вот на таком расстоянии все теперь мы его тут зажимаем вот садимся за тем чтобы шнур вот отсюда никуда не уходил вниз сюда и начинаем проводить обороты оборачиваем шнур вокруг цевья крючка видите шнур на месте вот и будем его вести до тех пор пока не будет этот шнур перпендикулярно жала крючка сейчас я покажу вам примерно вот так вот вот так поняли да теперь мотаем в обратную сторону раз два три четыре пять достаточно вот так в сторону жала всовываем конец шнура в ушка крючка и вот что у нас получилось на данном этапе нам нужен стопорок резиновый мы продеваем так уже на месте после этого бусинка после бусинки пенопластовый такой подполок опять бусинка и резиновый стопорок какой длины делать оснастку ну я рекомендовал бы не меньше где-то 60-70 сантиметров все зависит от того какой вы используете поплавок такой или такой или еще больше какой вы спросите крючок такой такой или такой то есть разные и какую вы используете наживку потому как нужно сделать так опытным путем прийти чтобы этот поплавок смог приподнять то что у вас есть на крючке оторвать скажем так от земли вы поняли тем самым особенность это будет червь пучок червя вам будет шевелиться он будет очень сильно привлекать сома и у вас будет шанс больше поймать заветный трофей и в конце вяжем восьмерочку для того чтобы к ней к этой петле привязать основную леску вашего удилища вот получается такая тосмерочка видите да ее зажимаем мочим и затягиваем лишнее отрезаем друзья мои оснастка готова уверен что на такой вариант вязание оснасток с таким крючком или с каким-то другим вы сможете поймать заветный трофей единственное что я еще не сказал это то что грузила крепится к основной леске и уже потом эта леска крепится к петле оснастки вы поняли да на основной леске идет сначала грузила потом идет карабинчик и за карабинчик вы цепляете оснастку карабин светлюшком не даст возможности грузилу пойти ниже судака снастки то есть снасть получается чувствительная вы сразу же увидите поклевку этой большой крупной рыбы и сможете с ней быстро совладать грузила можно поставить и скользящая и не скользящая но она должна быть выше петли этой вес грузила должен быть такой в каком водоеме вы ловите если это закрытого водоема озеро какое-то то сильно грузило большим не должно быть чтобы она вилл не вошло там и не загрузилась а если это река чтобы вас не уносила течением вашу оснастку подбирайте под силу течения то есть может быть 100 грамм может быть 150 грамм это тут уже в принципе не важно важно приподнять оснастку от дна ну и смотрите чтобы те материалы которые вы используете были достаточно крепкими или это должен быть мощный крючок толстый шнур и подходящий под вашу оснастку поплавок регулируя по оснастке положение поплавка влево или вправо вы опытным путем добьетесь того чтобы оторвать крючок с наживкой от дна это очень важно то надо ставить его в среднее положение или кто-то ближе к оснастке или дальше то есть вы маневрируете туда-сюда при этом должны сами понять правильно он стоит или нет друзья очень надеюсь что данное видео помогло вам разобраться как связать правильно снасть для ловли сома если есть вопросы обязательно пишите в комментариях всем отвечу если вы хотите приобрести эту снасть всегда она есть нашем магазине все для клёва в одессе на улице бочарова 50 дробь 1 это рынок початок или в интернет-магазине клёва.com.ua всем удачи всего хорошего встретимся на побалке